Пропустив военные годы, тогда было сочинено очень много песен, и все они замечательные. Правда, Юлия Хайта чуть не расстреляли. Юлия Хайта писал замечательный марш. И какой-то злобыхатель из бездарных композиторов, он написал паспорт, что Хайта украл это из немецкого музыкола. Есть похожий, но чуть не расстреляли, еле-еле хренников его отмазал. Так как мы все очень музыкальные люди, я вам покажу такую шутку. Шутка очень простая. Россия говорил, в мелодии очень важны первые три ноты. Они должны запасть в ухо, в сердце человека. И Паша Айданицкий, мой товарищ, тоже Царь Свою Небесное, сочинил такую мелодию. Я знаю, что ты уже дома, что ты меня ждешь на седьмом этаже. И в это время Раймонд Паулс не спал. И эти три ноты он позаимствовал. И прибавил туда свои две. И получилась долгая дорога в юнах. Марик Менков тоже не спал. И к этим трем нотам прибавил свои три или четыре. Получилась песня «Не отрекается любя», которую исполнил Алла Борисовна. «Белый орел» вообще обнаглел. И к этим трем нотам приписал свои шесть. Получилось. Ну, ладно, это как бы шутка. Не шутка. Я несколько лет работал у Марка Григорьевича Фрадкина рабом. Я ему писал клавиры. Конечно, он ничего не платил за спасибо. Писал клавир. Жутко жадно был. Как и все от того периода люди. Мы к Утесову пришли с Кобзоном. Когда он уже совсем не работал. Старенький. Рассказывать ему анекдот. Он говорит, у меня сегодня гости, вы это расскажите. И он запоминал анекдоты. Сидим час-полтора. И Иосиф говорит, Леонидович, ну хоть чаю налей. Он говорит, подожди, мы еще сами не пили. Вот. Ну, не важно. И Марк Григорьевич Фрадкин. Значит, шестьдесят пятый год. Если... Ну, никто не помнит, наверное, тема ладызика. Шестьдесят пятый год у нас по всей стране широко прошла премьера фильма «Фербургские зонтики». Вот такая там замечательная была мелодия. Легран постарался. Легран со своим оркестром. Он закончил консерваторию. И, значит, по случаю получения теплого, мама ему подарила оркестр. И вот именно с этим... Именно с этим оркестром он записал музыку к Шербургским зонтикам. Там припев. Звонит мне Фрадкин и говорит, Лёва, я тут песенку одну, танечные стихи мне принес. Хорошая песня получилась. Приходи, мне клавир нужен для издательства. Хорошо, я пришел. И он мне показывает песню. «Нет, мой мир...» «Никогда...» И вторая часть. Я говорю, Мария, ты говоришь, ну это Легран. Он говорит, ничего, люди любят знакомые мелодии. Конечно, об этом можно говорить бесконечно.